Всем привет! Ну что, пролетела еще одна неделя. Поводов сказать, алё, Гараша, что вообще происходит, было немало. Тут тебе и скандальное изъятие кучи мешков с необработанным янтарем вровно, которые сначала были как бы бесхозными, а потом у них хозяин объявился. Тут тебе и повестка в суд для Януковича, опубликованная в урядовом курьере. Тут тебе решение Шевченковского райсуда Киева о взятии под стражу начальника Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Ну и немножко Азарова, который, сидя в Москве, организовал комитет спасения Украины. Короче, поехали. Раз, два, три, хом, бом! Бом, бом, бом! Итак, Беглый Гаран. О нем на этой неделе в СМИ вспоминали дважды. Первый раз после того, как Микола Янович на своей пресс-конференции в Москве ляпнул. Дескать, Януковича на самом деле несколько, и все они разные. На одном периоде, там, в другом периоде, на заключительном этапе, это были совершенно разные Януковичи. Ха! Ты еще крепкий старик, Розенбом! Короче, если верить Азарову, то на протяжении четырех лет Украина руководила не человек, а какая-то периодическая таблица Менделеева. Ну а сам Азаров все это время оставался самим собой. Но поскольку пресс-суху в Москве организовывали для российских СМИ, то не стоит удивляться тому, что нашего Микола Яновича понесло. Товарищ, я так растроган. Я даже не представлял, что вы меня так любите. Я только сейчас осознал, как я поторопился. Я могу еще приносить пользу. Но что касается Янока, то Азаров считает, что бывшему президенту не помешало бы отмотать третий срок. Так и сказал. Этот Василий Алибабайович, этот нехороший человек, мне на ногу батарею сбросил, падла. Ну, короче, судя по всему, таки снял Федор Ильич Яновича и его гоп-компанию с довольствием. Больше денег не дает. Мол, валите на собственное хлеба. А так часто бывает. Как только у наших чиновников заканчиваются деньги, они резко становятся патриотами Украины. Вон в Харькове перед выборами их уже пруд-пруги. Всех сортов и мастей. Морды друг другу бьют, кричат, обзываются, до власти дорваться пытаются. Один Миша Добкин со своими адвокатами чего стоит? Так, мол, и так говорит. Без меня и моих друзей всем хана будет. В общем, предвыборная кампания идет полным ходом. И не только в Харькове. Пора далее. Стартовал повсеместно. Едем дальше. Детективчик с задержанным микроавтобусом вровно, ну, с тем, в котором были мешки, наполненные янтарем, как-то стремительно утратил актуальность. Если коротко, то эта история закончилась толком даже не начавшись. В общем, микроавтобус с янтарем на 3 миллиона баксов задержали, заявление для СМИ сделали, сфоткались на фоне мешков с камнями, а потом приехал хозяин янтаря. Приехал, чтобы сообщить Арсению Петровичу важную новость. Товарищ госмейстер, конь так не ходит. Ну, в смысле, люди добрые, вы что творите? Вы же сами говорили, закон превыше всего. А по закону я честный бизнесмен, и бумаги у меня какие-никакие, но все-таки есть. Реакция из Кабмина была прогнозируемой. Это ты мне? Однако янтарь на обещанный аукцион пока решили не отправлять. Мол, нужно соблюсти юридические формальности, получить судебные решения, ну и так далее. Хотя, ну вот спрашивается, а что мешало отследить всю цепочку? Выявить потенциального покупателя, задокументировать, собрать непровержимые улики и скопом взять всю эту группу. Да еще и на след крыши можно было бы выйти. Той, которая, не исключено, в самом Кабмине и сидит. Или, может, цель все-таки этой операции была совсем другая? Ага. Ну тогда другое дело, тогда все становится на свои места. Мы-то по простоте душевной подумали, что такая широкая глазка, маски-шоу с задержанием микроавтобуса, переправка интерьев в Киев, все это прелюдия к большому судебному процессу. А оно снова вышло, как всегда. Я очень рад. Я тоже. Тише. И еще одна новостишка под занавес. Минэкономразвитие внезапно выступил с инициативой ликвидировать трудовые книжки. Дескать, пришло время избавиться от этого пережитка совка. Мол, это атовизм и так далее. Такое заявление сделал сам министр Анварас Абрамявичус. Ну, что сказать. Слава богу, просветил. Как это отразится на улучшение экономического развития Украины, чем, собственно говоря, и должно заниматься министерство под руководством Абрамявичуса, неизвестно. Но зато у самого министра появилась возможность на законном основании целый день торчать в интернете. Злые вы. Не, не для того, чтобы по неправильным ссылкам шастать. Просто министер предлагает провести обсуждение его инициативы в Твиттере, на его страничке. Ну да, а че, все пользователи именно туда и заходят. Само собой, как только залогинились, так первым делом на страничку Абрамявичуса. И, ну, обсуждать. Нам же этим летом больше заняться нечем, кроме как об отмене бумажных трудовых книжек поговорить. Вот и я зашел. Да что ты будешь делать? Это оно само собой вылезло. Так вот, на страничке министра дискуссия и правда идет. Только обсуждают не инициативу, а результаты работы Министерства экономического развития. Они, мягко говоря, не очень. И уж явно, что первопричина этого кроется отнюдь не в том, что в стране до сих пор существует такой пережиток, как трудовая книжка. Тут проблема в другом. И уже давно пробил час честно признаться. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Да вот только вряд ли такой сеанс самокритики реален. Поэтому ждем новых инициатив, поражающих своей прогрессивностью, но не имеющих ровным счетом никакого отношения к реальной жизни. На этом у меня все. Скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы первым увидеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии можно оставлять. В любом случае. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok